Друзья, я всех приветствую на моем канале. Сегодня мы поговорим о том, как в Adobe After Effects применять стандартные переходы и как расширить их. Итак, открыли наш Adobe Premiere. Я пользуюсь версией 2019 года. Нажимаем «Новый проект». Пишем любое название проекта. Нажимаем «Ок». Далее. Здесь мы видим вверху вкладки «Обучение», «Сборка», «Редактирование». Вот «Сборка» нам сейчас больше всего подходит. И мы, допустим, берем и фотографии в Full HD качестве, то есть 1920 на 1080. В дальнейшем это будет важно, почему это разрешение я выбрал. Выделяем несколько фотографий просто для примера, допустим, отсюда до сюда. И переносим их вот сюда, в сборку наше поле. Здесь у нас стоит вид полностью показывать просмотр в виде значков. И теперь мы эти картинки переносим в нашу ленту, скажем так. Можем теперь менять вкладки, потому что сборка нам в данный момент не сильно нужна, но пригодится. Здесь мы видим наши картинки. Длительность мы можем менять вручную. Ну, об этом я сейчас рассказывать вам не буду. В принципе, я сам еще не сильно знаком с программой. Я вам сейчас покажу именно, как пользоваться эффектами. Могу зажимать Alt и крутить колесо мыши, чтобы менять масштаб. Допустим, вот так сделаю. Смотрите, у нас есть графика. Есть эффекты. Вот сейчас эффекты нам нужны. И здесь есть видеопереходы. И вот всякие видеопереходы мы можем использовать. Вот смотрите, например, световые лучи. Переносим вот сюда. И давайте посмотрим. Пробелы я сейчас нажму. И вот так это выглядит. Тут прикольные переходы есть некоторые, но их мало прикольных. Обычно все-таки, знаете, самые элементарные, стандартные. В общем, вы сами можете все изучить. Вот такие вот у нас переходы. И, допустим, мы хотим расширить их, да, потому что здесь, допустим, нам надоели переходы, не нравятся, или мы хотим что-то особенное. Чтобы расширить, вы можете покупать пакеты, либо скачивать, да, где-то. Смотрите, у меня есть вот такой, допустим, пакет. Он, кстати, будет, ссылка на него будет в нашем паблике по Adobe программам в Телеграме. Присоединяйтесь. Я сейчас открываю. Здесь, кстати, есть инструкция, как использовать. Но этой инструкции может быть недостаточно, потому что мне пришлось еще и самому повозиться. У меня много чего не получалось. Сейчас расскажу, что именно. Смотрите, пресеты. Вот Full HD качество. То есть, если я выберу не то разрешение, то там надо очень много менять чего. Поэтому, ну, Full HD самое оптимальное. Вот оно есть. Поэтому картинки у нас в Full HD. Давайте в сборку переходим. И мы Full HD переносим вот сюда. Смотрите, появляется такой вот момент. Здесь у нас должно быть импортировать весь проект. И здесь вот, и здесь галочки стоять. То есть, вам нужно их поставить. Изначально они у меня, допустим, не стояли. Нажимаем ОК. Ждем, пока произойдет импорт файлов. Вот, смотрите, выпадает окно. То, что, допустим, у нас чего-то там не найдено. Мы переходим в наш проект, где мы Full HD вытаскивали. Здесь есть вот такая вот папка Footage. Так, давайте вот это. То же самое. То, просто папка, она зависла, потому что она ждет. Вот, ожидание. Вот, смотрите, Footage. Захожу. И еще раз Footage. И беру. Копирую. Скрываю. Нажимаю здесь кнопку найти. И вставляю вот в путь. Ctrl-V нажимаю и Enter. И здесь, смотрите, мне нужно еще раз нажать поиск. Вот, когда он нашел именно видеофайлы, это то, что нам надо. Нажимаем ОК. Ждем загрузку. Далее, смотрите, мы можем открыть эту папку. Перейти, допустим, в какой-то эффект. И сейчас эффект должен отобразиться. Вот, все, пошло отображение. Да, вот, если файлы не найдены, он будет писать какую-то ошибку. Бывает, вот, курсором вводите, да, и он сразу показывает. Кстати, все эффекты сейчас со звуками. Либо можно вручную вот еще покрутить. И, собственно, эффектов достаточно много. Также есть Glitch, сейчас такой один из популярных. И вот, как вы видите, с эффектом звука. И, допустим, я беру, перед тем, как выносить и вставлять его, смотрите, этот эффект вставляется немножко иначе, чем стандартные эффекты. Допустим, я хочу между вот этими картинками вставить этот эффект. И, соответственно, смотрите, что я нажимаю. Возможно, здесь не все обязательно, но здесь пару кликов делаем. Я просто делаю, как я обучался, рассматривал это. Во-первых, нажимаю здесь плюс, потому что видеорядов может быть много. И вот здесь вот, смотрите, отключаю, вставлю А5. И здесь V1, он должен быть снят, область, вот это выделение, он должен быть без выделения. И здесь из кнопок у нас выделен только магнит. То есть, вот это тоже одно отключил я. И, собственно, вот теперь все готово для переноса. Я беру, переношу и вставляю. Вот, смотрите, вот примерно так сейчас ставлю. То есть, у меня на видеоряд, то есть, на фоторяд ничего не налазит, только поверх и по низу. Допустим, я сейчас расширяю. И, смотрите, мне нужно найти точку. Я беру сейчас вот это все, выделяю. И точка, по-моему, находится вот здесь. Вот оно все идет пропорционально. Давайте проверим, так ли это. Нажимаем Play. Еще раз просматриваем. Давайте сейчас. Да, все отлично легло. Все правильно. Какие моменты меня останавливали, которые у вас могут возникнуть? Ну, во-первых, с поиском файлов меня останавливал момент, мы его прошли. Второй момент у меня было, здесь вот появлялась такая красная надпись и писала ошибку какую-то насчет там mpc файла, по-моему, или что-то такое с импортом. Я ввел, точно переписал в гугле и нашел какое-то видео, оно было на английском языке. Там показывалось, что нужно было зайти в изменить установки. И здесь медиаданные были. И вот здесь я выключил декодирование с аппаратным ускорением и перезапустил программу, потому что программа у меня вылетала после красной ошибки. Вот с такой ошибкой я столкнулся. Далее была у меня ошибка, то, что переход, он был, знаете, картинка двигалась. То есть, ну, глич, он ложился нормально, а, допустим, там какой-нибудь спин, допустим, вот этот, давайте вставим. Вот видите, между ними то, что как бы разница вот здесь вот разделена, это как раз разделение между картинками. Давайте сейчас нажмем play, посмотрим, все ли нормально. Да, все нормально, вообще отлично. А у меня было так, что картинка сдвигалась там или четверилась, и как-то все непонятно. Это было из-за разрешения, то есть, картинки, если они Full HD и эффект Full HD, тогда все будет нормально. Вот, да, мы переносили Full HD качество. Если будет по-другому немного, то все подвинется, имейте в виду. И, по-моему, была какая-то еще у меня мелочная ошибка. Сейчас точно не вспомню, но, как видите, все работает. Повторяйте просто все, как у меня, и вы сможете использовать сторонние эффекты. Это очень круто. Очень можно расширять свои проекты, делать более качественно. Рендерится все хорошо, без проблем. Давайте еще посмотрим, как выглядит этот эффект. Компьютер не успевает в реальном времени это делать. Ну, мы видим, что вот так вот, смотрите, очень, по-моему, круто. Даже не видно, как один слайд, да, между другими имеет какую-то полосу. Все так размазывается красиво. Ну, видите, давайте я покажу вам рендер, да, как сделать. Смотрите, мы все заполнили переходами. Нажимаем файл, экспорт, медиа-контент. Здесь все легко девается. Не то, что в Adobe After Effects, там добавляется очередь на рендер и так далее. Формат я выбрал вот этот. И выбрал, ну, точнее, выбираю чаще всего под YouTube сразу. YouTube 1080p Full HD. Далее здесь ничего я не меняю. И нажимаю экспорт. Кстати, хочется нажать очередь, потому что кнопка какая-то более выделенная, но экспорт нажимается. И, собственно, ожидаем, пока компьютер сделает экспорт. Надеюсь, видеоурок был вам полезен. Это первый урок, в принципе, по новой программе, которую я только начал изучать. Adobe Premiere. Также на канале есть уроки по Photoshop и по маскам Spark AR. Ну, и есть по 3D Max все еще. И все вот эти программы, они будут наполняться видеоуроками. И также напоминаю, что у нас есть чат в Телеграме. Присоединяйтесь туда. Он в целом по продуктам Adobe. Вот. На этом все. Всего доброго. Пока.